Добро пожаловать, друзья! С вами ваш Невармор, и мы продолжаем выживать в нашем замечательном Скайриме от Рим Уорлда. Колония растёт и ширится, а наши колонисты более или менее довольны. Ну а чтобы они были довольны ещё больше, мы, пожалуй, займёмся усиленно нашей наукой. Как мы прекрасно помним, в прошлом эпизоде мы начали заниматься высокоточным производством. Но, пожалуй, мы сделаем с ним маленький-маленький перерыв и исследуем немаловажную вещь под названием автодвери. Стоит это исследование всего 600 пунктов, и на что бы с ним быстро справиться? Тем более, что его уровень умственного труда уже достиг 14. Ну а нужны нам автодвери с одной простой целью. Выход с нашей базы происходит непозволительно долго в случае нужды. И наши две выходные двери мы должны поменять на автодвери, чтобы движение было несколько быстрее. Также, пожалуй, мы перенесём наши аккумуляторы в другое место. Поскольку они стоят довольно скучно, и это создаёт некоторую опасность, пожалуй, что мы равномерно распределим их по нашим производящим помещениям. Таким образом, в случае внезапного взрыва база так сильно не пострадает. Конечно же, эпизод Dream World не был бы интересным, если бы нас сразу же не встречал налёт от нашей старой знакомой фракции Хала Эвердос. Будрые пятеро человек с огнестрельным оружием и одним ножом некоторое время будут топтаться на месте. Ну а мы и не будем их сильно подгонять, поскольку не все они одеты для мороза минус 15 градусов. Понятное дело, что дальше ловушкани не пройдут. И пополнят нашу коллекцию вполне съедобного корма для животных. Более того, двое из них даже не погибли на месте, а значит мы попробуем воспользоваться их телами для наших благих целей. Выжить удалось только нападающему по имени Найт, но ясное дело, что долго держать на базе мы его не будем. Он поделится с нами своим левым лёгким, правой почкой и замечательной здоровой печенью, и на этом мы, конечно же, с ним распрощаемся. В этот раз медицинскими процедурами займётся сам Тоби, поскольку ему тоже не стоит расслаблять эти навыки. Все три процедуры прошли вполне успешно, ну а тело мы выбросим в наше хранилище на еду нашим собачкам. Ну а следующее событие довольно интересно. К нашему поселению прибивается белый полярный медведь, который тоже, похоже, оценил силу священного археотека. Это довольно мощное животное, и мы не будем забивать его на мясо, тем более, что еды у нас вполне достаточно. Вместо этого, пожалуй, мы займёмся его тренировкой, и в случае нападения он нам очень сильно поможет. А в плане подготовки к нападениям исследование автодверей завершено, но мы всё ещё не возвращаемся к высокоточному производству. Новым небольшим отклонением будет исследование больничных кроватей. Как мы видим, мы проводим довольно сложные операции, но специализированных кроватей нам не завезли, а это дело нужно исправлять. Более того, мы сразу же сделаем место под нашу больницу. И вот эта отдельная центральная комната получит замечательное покрытие стерильной плиточки. Что же касается автодверей, то мы, конечно же, их сразу установим. Ну а сделаем их, пожалуй, всё из той же стали, поскольку это довольно лёгкий материал и позволит дверям открываться немножко быстрее. Конечно же, мы чуть не забыли, что нашему новому питомцу, белому медведю, нужно будет имя. И я, как обычно, жду ваше предложение в комментариях под видео, друзья. А со своим могучим интеллектом, Тоби завершает исследование больничной кровати довольно быстро. И сразу же врывается в монитор жизненных показателей, чтобы наши операционные были наивысшего качества. Кроме того, приятной новостью является то, что наше производство дерева даёт свои плоды. Конечно же, волокнистая кукуруза растёт довольно долго, и выхлоп из неё очень маленький. Но в любом случае, это прибыль по дереву, и отказываться от этого метода мы не будем. И, конечно же, наша любимая спасённая империя не заставляет себя долго ждать. Новый её представитель по имени Йомангалов Лавий обнаружил, что пираты из фракции Огненные Гориллы устроили лагерь неподалёку. Лагерь этот не столько представляет собой опасность, сколько мешает. Там находится дымогенератор, и клубы его дыма покрывают целый регион. К счастью, охрана у лагеря абсолютно никакая. Всего лишь пять зайцев-беляков в состоянии агрессии, а потому разгромить его не будет представляться большой проблемой. Без вопросов мы принимаем это задание за вторую награду. Прекрасный, отличного качества плазменный меч под названием Лагарлурар, Тафия из Эльтекса и немножко Пластали. Как нам сообщили, лагерь находится довольно недалеко, и действительно, Тоби сможет добраться туда менее чем за полтора дня. Заодно, пожалуй, он протестирует свою замечательную броню Богомола, и возьмёт в руки тот самый плазменный меч, который уже пребывает в качестве награды. Причём меч это не простой, а снабжённый искусственной личностью. Главной чертой её является медитативность. Пока это оружие в руках хозяина, сзади медитации он будет восстанавливать психоконцентрацию на 10% больше обычного. Отныне меч синхронизирован с Тоби и больше не даться никому в руки. Ну а в путь Тоби отправится пораньше по утру, хотя в этот раз он возьмёт с собой на прогулку свою невесту Николь. Возможно, вдвоём в долгом путешествии они смогут найти точки соприкосновения более плотные, чем на загруженной базе. Ну а припасов они, пожалуй, возьмут с собой запасом, поскольку в процессе возможно некоторые отклонения от маршрута. Кстати, пока Тоби с Николь движутся караваном в сторону неизвестности, мы заканчиваем покрытие в подходе к нашему тронному залу. А значит, нам стоит задуматься о переносе нашего хлева в некоторое другое помещение. Пожалуй, мы несколько уменьшим площадь горы, прилегающей к базе, и сделаем здесь неплохой отапливаемый загон для животных, тем более, что в процессе раскопок мы находим залежи необходимых нам компонентов. Путь до дымогенератора также не занял много времени, и, конечно же, Тоби сразу идёт в бой, защищая свою прекрасную невесту Николь. Его плазменный меч разъеду из промаха, и каждому зайцу хватает буквально одного удара, чтобы принять свою гибель. Что же касается самого дымогенератора, то это, скорее всего, очередная постройка древних. Как видим, на карте разбросаны руины древних боевых машин, и, похоже, когда-то здесь располагалась их база. Но разбить эту машину, конечно же, не составляет труда. Ну а полученные с неё компоненты мы, конечно же, заберём с собой домой. Пласталь, сталь и один компонент совершенно не будут лишними, хотя поверженных зайчиков мы с собой забрать не сможем, уж слишком они были отъевшиеся. Возвращаются домой Тоби и Николь тоже без происшествий, ну а мы ставим себе ещё одну галочку плюсика за прекрасно выполненное задание. Свою любимую броню Тоби, конечно же, на время снимет, поскольку, как мы и договаривались, мы храним её только для особых случаев. Кстати, успешное завершение миссии вполне можно отпраздновать ещё одним религиозным праздником. Тем более, что Тоби и Норико давно не проводили время вместе, как брат с сестрой. В этот раз вечеринка получилась даже весёлой, так что заряд бодрости для новых совершений наши колонисты получили. Ну и заодно, за время похода Тоби, Норико завершила производство пола для операционной, а значит, мы вполне можем установить нашу первую больничную кровать и сделаем её, конечно же, из пластали. Проектом руководил лично Тоби, и кровать получилась даже хорошего качества. На всякий случай мы подготовим запасные материалы, и если у Тоби будет вдохновение, то, возможно, он сможет создать нам легендарное ложе. Хотя сейчас его успехи затмевались небольшим солнечным затмением, которое довольно быстро прошло. Что же касается нашего будущего загона для животных, то он тоже был довольно быстро построен. Мы переносим сюда все спальные места для наших питомцев, но, чтобы им не было так холодно, здесь же мы поставим маленький обогреватель и небольшую лампочку. Конечно же, все наружные спальные места для животных мы само собой разберём, а заодно переместим в помещение место хранения их корма. Что же касается старых ольков, в стенах которых спали животные, то, пожалуй, мы их застроим, как мы застроили все промежутки на остальной территории базы. Хотя и сделаем это с некоторым запозданием. На нашу карту нападают ещё одни агрессивные животные, и в этот раз несколько более сурового качества. Четыре серых и грёзных волка стремятся к нашей базе. Хотя, если быть более точным, то они стремятся на нашу кухню. Кто мы такие, что будем в этом мешать? Кстати, похоже, для Рэнди сегодня наступил день агрессивных животных. Вслед за волками на нас нападают весёлые, пушистые, злобные хаски. Ну и они тоже дойдут только до нашего обеденного стола. И почти сразу же после того, как мы отбились от хаски, Тоби на приливе вдохновения завершает исследование мониторов жизненных показателей. Казалось бы, теперь-то наконец-то он может ворваться в высокоточное производство. Но вот нашей операционной несколько не хватает биоскульптурной мастерской, которая была добавлена с обновлением идеология и в состоянии производить различные манипуляции с человеческим телом наших колонистов. Пожалуй, что потраченные ещё полторы тысячи очков исследования того стоят. Тем более, что база довольно успешно развивается и мы никуда не торопимся. Конечно же, о мониторе мы тоже не забываем и сразу же его устанавливаем. Ну а на нас опять налетают ещё одни агрессивные животные. В этот раз, дополняя коллекцию псовых, на нас набегает три полярных волка. И это довольно неплохо, поскольку наши колонисты уже давно привыкли к шикарным мясным блюдам. Ну а продолжая волну налаживания нашего быта, мы заодно несколько перестроим нашу зону склепов. В данный момент у нас покоятся всего двое почётных гостей. Один из них имперский солдат, а вторая сестра Тоби. Но чисто визуально саркофаги на входе в тронный зал несколько не смотрятся. Будет гораздо лучше, если мы вырубим в скале отдельный склеп, куда и будем помещать те, кто этого действительно достоин. Ну а заодно с этими раскопками мы натыкаемся на ещё одну приятную жилку из золота, которая тоже пополнит нашу королевскую сокровищницу. Как видим, биоскульпинг тоже не занял у Тоби много времени. Ну а раз уж мы так размахнулись на медицину, то мы пойдём до самого конца и займёмся биорегенерацией. Завершив это исследование, мы сможем включать в наших капсулах биоскульпинга особый режим. Режим биорегенерации. При этом режиме на теле целяются старые шрамы, отрастают малые части тела, такие как пальцы, и исцеляются многие болезни, которые приходят у колонистов с возрастом. Конечно же, наш Тоби всё ещё молод и красив, и его шикарный возраст 69 лет – это только расцвет его молодости. Но некоторые потери на этой морозной планете он уже понёс, и было бы неплохо от них избавиться. Что же касается верстака биоскульпинга, то он довольно дёшево стоит, всего лишь 120-100 литрей компонента, но этих материалов у нас вполне в достатке. В этот раз постройкой занимается Норико. И столь сложный инструмент удаётся ей даже с первого раза. Даже без цикла регенерации, капсула предоставляет огромные возможности. Мы можем временно стимулировать нервную систему колониста, и это сделает его уровень счастья повышенным. Ещё нам доступен откат одного года возраста, и выбранный колонист просто помолодеет. Здесь мы даже можем провести простое лечение телесных ран наших колонистов, или исцелить инфекционную болезнь. И хотя эти процедуры занимают довольно долгое время, от трёх с половиной до семи дней, это довольно интересный способ заботы о наших колонистах. Само собой, первоначальной целью для Тоби будет закончить изучение биорегенерации. Её цикл будет длиться 22 игровых дня, но возможность восстановить здоровье нашего колониста того, конечно же, стоит. Кстати говоря, копая склеп, наш адвип кроме залежи золота, находит ещё и залежи деталей. Тем временем базовая заготовка под наш склеп готова, но для того, чтобы его осветить, мы поставим в помещении две стоячие тёмные лампы. Кроме того, у нас очередная радостная новость. Наконец-то, после столь долгого времени отсутствия, нас снова посещают торговцы. Хотя в этот раз они орбитальные, нас это устраивает даже несколько больше. Мы наконец-то можем избавиться от большей части ненужной одежды, а также от всего того текстиля, который занимает наши склады. На полученные же деньги мы закупим пару продвинутых компонентов, которые нам в скорости понадобятся. Ну а раз у торговца остаются лишние деньги, то мы можем избавиться и от части химического топлива, которое на данном этапе нам особо и не нужно. Ну и ещё, как показала практика, нашей больничке совершенно не помешает маленький склад с медикаментами, который будет располагаться прямо рядом с ней. К счастью для нас, наши толстые стены позволяют нам сделать это совершенно безболезненно. И маленькое складское помещение мы встраиваем прямо рядом с ней, в нашу толстую-толстую стену. Ну и конечно же, долго всё хорошо быть не могло. Нам одновременно прибывают на карту пилигримы, и с той же стороны набегают налётчики из хала Эвердос. На удивление, первые двое налётчиков погибли здесь же на ловушках, разминувшись нашими пилигримами буквально на волосок. Ну вот с гранатомётчиками придётся разбираться лично Тоби. Благо, что его плазменный меч у него в руках, и он умеет с ним обращаться. Стоит заметить, что в качестве награды мы получили довольно бодрые 14 компонентов, которые нам явно пригодятся в будущем. Ну а практически сразу после атаки Тоби завершает изучение биорегенерации. Теперь-то наконец-то он сможет приступить к исследованию высокоточного производства, но это он сделает несколько позже. Сейчас же Тоби предстоит пройти цикл биорегенерации, который он так усиленно изучал. Для начала наши колонисты загрузят капсулу питательной едой, а потом Тоби погрузится в неё на довольно длительное время. Как видим, капсула готова к приёму посетителей, и на ближайший 21 день Тоби оставляет колонию на попечение своей сестры. За то, когда он оттуда выйдет, все его обморожения и, возможно, даже катаракта будут восстановлены, а сам он будет себя чувствовать гораздо моложе и лучше. Хотя, как будто узнав о том, что Тоби сейчас в отключке, на карту налетает объединение Эдхай, пусть и малым составом, но тем не менее они опасны. Хотя, к счастью, они не стали ломать наши стены и тоже глупо пошли на ловушки. Кстати, пока Тоби спит, мы несколько реорганизуем наши рабские бараки. У нас появилась свободная комната, а также есть несколько незанятых кроватей. Мы вполне можем совместить приятное с полезным, и все наши рабы будут квартировать в одном месте. Но ещё, пока Тоби спит и восстанавливается, к нам приходит новое задание. Ёманы, спасённые империи, просят об одолжении. Он желает, чтобы его любимый зубр Генезис погостил в нашем Тоби-Лэнде 16 дней. Что очень важно, Генезис является подарком, обещанным на свадьбу, ребёнку этого Ёмана. И в попытке сорвать церемонию, налётчики из рода Бекамча будут посылать одного берсерка, одного воина и шесть изгоев в три раза на нашу базу. Задание довольно сложное, но принимая во внимание то, что наградой является прекрасная и легендарная мантия из Эльтекса, мы, пожалуй, склонны будем согласиться. Но не успевают налётчики прийти за нашим новым зубром Генезисом, как на нас налетают три механоида. Конечно же, это не те противники, которых стоит бояться, но они могут нам активно поломать ловушки, и это будет крайне неудобно в момент подхода основных сил противника. Но, к счастью, в основном наша оборона успевает восстановиться до первого налёта из рода Бекамча. Набег довольно большой по численности, хотя и не очень большой по военной мощи. Но на всякий случай в оборону мы всё-таки встанем. Как видим, совсем не зря. Налётчики прорвали большую часть ловушек, и некоторые из них были настолько ловкими, что просто пробегали через них. Конечно же, наш замечательный новый медведь тоже в этом деле поучаствовал, и даже подбил нам пленника, которого мы тоже разделаем на органы. Ну и кроме того, пришла пора несколько расширить нашу зону хранения вражеских тел. Даже наши замечательные собаки и волки уже не справляются с их переработкой. Заодно стоит отметить, что наличие обычных животных-переносчиков очень сильно упрощает нашу работу. Нашим колонистам нет нужды бежать за полкарты, чтобы найти камни на разделку. За нас это делают две замечательные собачки Бонни и Клайд, волчок Архотек и даже полярный медведь, который ещё не имеет имени. Тем временем наш Тоби уже на полпути к выходу из капсулы. Прошло 10 дней, и когда они истекут, он покинет её обновлённым. Но для этого колонии, конечно же, нужно пережить новое нападение. В этот раз род Бекамча желает пробить стену нашего поселения. Так что, пожалуй, на всякий случай мы вооружим Николь огнемётом, а Двип возьмёт в руки проверенный Коготь Трумба. Ну и самое обидное. Налётчики решили напасть через наш западный обходной туннель. А мы в это время ждали их на нашей полосе ловушек. Коготь Трумба К счастью, Николь устраивает им довольно огненную встречу. Хотя и не обошлось без поражений наших колонистов. Ясное дело, что после такой атаки нам нужно будет срочно восстанавливать все двери. Иначе следующий налёт тоже попытается здесь прорваться. Кстати говоря, о следующем налёте. Род Бекамча решили не делать большой паузы и нападают практически сразу же. К счастью, это просто отряд лучников и стеноломов среди них нет. Тем более, что атаковать они будут не сразу, а с задержкой. Как и ожидалось, в этот раз они налетают прямо на нашей ловушке. Хотя в этот раз солдаты рода Бекамча попались более мощные. И некоторые даже умудрились выжить. Прошлого пленника мы потеряли. Но пожалуй, что эти трое вполне его заменят. Пусть и выжил из троих только один. В любом случае, как только его органы подлечатся, мы их сразу же извлечём. Ну и похоже, что за наши решительные победы Рэнди нас вознаграждает контейнерами с 24 хорошими ведикаментами. Неплохая прибавочка, учитывая, что все наши колонисты сейчас несколько повреждены. Ну а довольно скоро после последней атаки прибывает Челнок, чтобы забрать от нас Зубра Генезис. Мы с честью выдержали это испытание и заслуженно получаем свою легендарную мантию из Эльдекса. Само собой, что возвращение Тоби, она тоже будет дожидаться в его комнате, рядом с его шедевральной бронёй Богомола. Тем временем нашему Тоби остаётся четверть срока пребывания в его капсуле. Буквально пять дней и хозяин поселения вернётся в него. Ну а пока он не вернулся, над нами прилетают ещё и оптовые торговцы, с которыми мы тоже немножко поторгуем. Как обычно, они забирают весь наш ненужный текстиль, но всё так же не в состоянии забрать наших рабов. Мы же у них в этот раз прикупим небольшой запас мяса, чтобы у нас было из чего делать шикарное блюдо для Тоби. Ну а за первыми торговцами довольно быстро прилетают ещё и вторые. В этот раз на свободные деньги мы докупим немножко древесины, поскольку наше производство, хотя и рабочее, но всё же не даёт нужных нам объёмов. Кроме того, мы завершаем постройку нашего нового колониального склепа. И как только Тоби вернётся, мы проведём торжественное перезахоронение. Сестра Тоби будет покоиться в дальней усыпальнице, в то время как имперский воин займёт место в главном зале. Ну а наш замечательный лидер колонии, его сиятельство граф Тоби вернулся. Как видим, все его проблемы со здоровьем решились как будто по волшебству. Катаракта глаза исчезла, отмороженные пальцы восстановились, и в целом его единственным недостатком в работе является ограничение в движении до 95%. Ну и это связано не с болезнью, а с обживлённой железой твёрдой кожи. Тоби стал более бронированный, но менее мобильный из-за этого. Конечно же, не забываем про его замечательную мантию из Эльтекса, которую ему подготовили его благодарные родственники. Нам всё ещё требуются Эльтексные штаны, но в целом вид Тоби соответствует его титулу. И похоже, что к возвращению Тоби спасённая империя решила послать ему ещё одно задание. За имперским ёманом гонятся четыре жнеца, и за прибавку репутации плюс 42 мы соглашаемся, спасти его и подержать у себя на базе. И пока эта имперская, как казалось, пленница отдыхает, мы всё-таки проведём перезахоронение. Займётся работой лично Тоби, ведь кому как не ему хоронить свою сестру. Конечно же, в силу давности мы не сможем провести достойную церемонию, но по крайней мере мы дали и прекрасное место упокоения. Конечно же, на всякий случай мы помним, что температура в склепе довольно минусовая, так что в будущем возможны всякие варианты. Ну а вслед за сестрой Тоби в склеп отправляется имперский воин Демьян. Возможно, его тоже утешит, что его похоронами занимался целый граф спасённой империи. Нас же, в свою очередь, ждёт маленькая перестройка. Для начала мы несколько уменьшим зону хлева, чтобы вход в тронный зал выглядел более симметричным. Ну и, конечно же, застелим получившееся пространство коврами. Таким образом, прибывающие имперские гости сразу же с посадочной площадки отценят богатство нашей колонии. Но оценивают его не только они, на нас совершается ещё один налёт, и в этот раз старая знакомая фракция гильдии летучей мыши пытается пробить нашу оборону. Хотя нам уже просто смешно смотреть на такие глупые попытки. В очередной раз мы получаем не совсем добровольных доноров органов, которые настолько отвратительны по своим характеристикам, что даже не годятся в рабы. Как видим, с таким замечательным входом и тронный зал кажется гораздо красивее. Ясное дело, что в будущем мы, пожалуй, добавим несколько статуй на входе, чтобы опять же повысить впечатление прибывающих гостей. Но это будет в будущем, когда у нас будет несколько больше материалов. Ну что же касается нашего последнего пленника Кейна, то мы уже удалили у него правая лёгкая правую почку. Пожалуй, мы не будем добивать его, и воспользуемся новой опцией, которую нам даёт Римворл. В последних обновлениях добавилась возможность удалить пленнику язык, и вот таким вот изувеченным мы его и отправим в обратный путь. Да-да, друзья, мы отпустим его в его родную гильдию летучей мыши, чтобы они знали, что происходит с теми, кто нападает на нашу колонию. Возможно, следующие налётчики несколько раз подумают, прежде чем нападать на нас. Конечно, это всё при условии, что Кейн сможет им это рассказать, языка-то у него теперь нету. А буквально через день после этого Тоби завершает исследование по высокоточному производству. Следующим на очереди у нас будет бионическое протезирование, чтобы возместить не коль то, что вы, друзья, давно просите в комментариях, а именно её отсутствующую ногу. Ну, для начала, конечно, нужно изучить протезирование обычное, чем Тоби и займётся. Ну и заодно мы отобьёмся от троих механоидов. Правда, неизвестно, те ли это механоиды, что были по квесту, или же на нас налетают какие-то отдельные. В любом случае, их предел это наша полоса ловушек. И дальше они, само собой, не пройдут. Ну, а протезирование раскрывает свои секреты довольно быстро перед Тоби, и он сразу же переходит к бионике. Тем временем мы освободили северо-западную комнату и установим там наш новый стол для производства, тому собой высокотехнологичный. На нас же в это время налетает ещё один отряд механоидов. Но раз наши ловушки ещё не восстановлены, то, пожалуй, мы озаботимся боевой позицией. Хотя в целом мы отбились с минимальными потерями. Единственным недостатком оказался тот факт, что при наличии когнитивного стимулятора Тоби не может попадать под действиями гранат, иначе его, как и нашу Двип, выбивают в несознательное состояние. В будущем мы, конечно же, будем учитывать этот факт при планировании наших атак. Заодно стоит сказать, что механоиды пришли очень вовремя. Их сталь пошла на постройку нашего высокотехнологичного станка. Ну и в это же время за нашей имперской пленницей прибывает челнок, чтобы забрать её на базу. Мы с ним прощаемся. И получаем заслуженное повышение союзных отношений с империей до целой сотни. Но на этом, друзья, мы, пожалуй, сделаем маленькую паузу. Как обычно, я напомню, что если вам это видео понравилось, то не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик. Ну а если хотите поддержать нашего графа Тоби и его дружную семью, то жмите на лайкосик. Ссылочки на наши группы в Дискорде и Вконтакте всё также под видео. Ну а пока что удачи, до встречи. Увидимся ещё, друзья.